Приветствую, мои дорогие, сегодня воскресный день, 14 мая, 2023 год, день Архангела Варахиила, благословения Божия, цвет золотой, желтые его оттенки. Особый исторический день в истории Республики Турция. Сегодня первый тур выборов президента Турецкой Республики. И за этот престол, а в настоящее время Турецкая Республика именно президентская, президент имеет полноту власти во многих решениях, влияет на правительство, снимает ее, предлагает президент, премьера и министров, я хотел сказать, и так далее и тому подобное. В общем, власти очень много. Значит, господин Эрдоган лидирует, но ненамного. Его соперник Кемаль Кылыгдаруглу, опытный боец, во-первых, старше нынешнего действующего 12-го президента Турции, 12-й в истории. Особое число апостольское. Значит, вот Кемальу, господину Кылыгдаруглу, будет в этом году, в декабре, 17-го числа, 75 лет. Представьте себе, кандидат президента Турции выдвигается в возрасте 74-х лет, то есть борется за должность президента на выборах в таком очень солидном возрасте. Он 1948 года рождения, высокосный год солнца, мощный, сильный год. Люди этого года живчики до сих пор, очень энергичные в политике, в экономике, в чиновничестве и в военном деле. Даже многие до сих пор возглавляют ведомства и направления военные. И вот соперник, очень интересный персонаж, еще почему. У него две дочери и сын, а у нашего Эрдогана, союзника России, Реджепа, две дочери и два сына. Причем последовательность такая, дочь, сын, дочь, сын. То есть он шел на рекорд, четыре ребенка для главы государства, даже такой, как Турция, это многовато. Выше обычного, скажем так. И, конечно, первая дочь родилась, а нужен сын. Вторая попытка сына, да еще одного сына. Третья попытка, опять дочь. Ну, как так, один сын и две дочери, не положено. И еще раз. И вот так получилось у него четыре ребенка. То есть настойчивый. Реджепа Эрдогану в этом году 69 лет исполнилось 26 февраля. Он 1954 года. Он ровесник нашего батьки Лукашенко. Они одного года. И оба в следующем году отмечают свой юбилей 70-летия. С чем мы, надеюсь, их и будем поздравлять. И одного, и второго. Так что 1954 год, вот Эрдоган этого года и Лукашенко, это очень сильный год. Год солнца, умеренный, вздумчивый, рассудительный год. Люди сильные, основательные, фундаментальные, я бы сказал. И поэтому далеко идут от простых семей своих и родословных линий до самых высших должностей в своих государствах. Что Лукашенко, что Эрдоган. Вот такие они. Ну, правда, конечно, Реджеп Эрдоган выглядит очень плохо для своих лет. Мы видим, лист покоженный, похудевший, сгорбившийся, сутулый, помятое лицо. В общем, нездоровый вид. Какие бы речи он, конечно, не травил, как в народе говорят, травить. Тем не менее, выглядит не очень. А вот его соперник, Кемаль Кылыгдаруглу, очень даже бодренько выглядит. Значит, разница, как я уже говорил, между ними, значит, серьезная. А именно 8 лет. Значит, теперь, что касается, когда они родились. Удивительно, что и Эрдоган, и Кылыгдаруглу одного дня недели. В пятницу оба родились. Для мусульманина пятница – великий день, посвященный пророку Мухаммеду. Поэтому это великий дар – родиться в пятницу. Для нас, мы понимаем, христиан, это Голгофа. Физический, морально-нравственный страдание Христа. Это жертва великая, вечная, безусловной любви, связанная с подвигом вот именно этой любви. То есть, взял грехи мира, на себя Христос Спаситель. А для мусульманий этот день, значит, их пророка, поэтому почетно. Вот они в этом смысле равны. Что Эрдоган, что Кылыгдаруглу. Но интересен факт. Дело в том, что 26 февраля, у Эрдогана было 69 лет, февраля 26-го. И это было воскресенье. То есть, у него воскресный год, у Эрдогана. Посредний шанс возвыситься, подняться на самый Олимп, на седьмой этаж, на день солнца. Пришлось день рождения у него. То есть, у него солнечный, или по-нашему христианскому, воскресный год. А вот у Кемалин Кылыгдаруглу, у него субботний год. То есть, у него 17 декабря прошлом году день рождения выпало на субботу. И он в субботнем, в этом затмении, темном, черном, поминальном, будет до декабря этого года. Поэтому для него тоже это шанс прорваться на великий уровень, прорваться на новый уровень. Но, скажу честно, для этого нужны огромные вливания, финансовые усилия, воздействия западных спецслужб и сил. Прорваться будет ему крайне-крайне тяжело. Хотя у него в этом году наступает его воскресный год. То есть, 17 декабря 1923 года у Кемалин Кылыгдаруглу будет воскресный год. То есть, один из теней выходит на свет, на солнце, а Эрдоган во всей власти, на пике власти, он поднимается все выше, выше и выше. И пик вот этого великого события у Эрдогана, экватор воскресного года будет, август, 26 августа этого года. Вот он будет в пике в экваторе солнечного воскресного года, Эрдоган. По вот таким раскладам шансы у Эрдогана выше победить. Это вот, мое мнение, такой прогноз. У Кемаля Кылыгдаруглу, как я выговаривать-то научился, это бедные дикторы, которые, не дай бог, будут эту фамилию теперь постоянно произносить. А у него шансов поменьше. Ну, ноздря в ноздру, суббота, воскресенье, оба в пятницу. Разница 8 лет. Ну, смелый турецкий народ, брать президента человека в таком возрасте, 74 года. Республика Турция в нынешних условиях мировой истории, это не Смоленская область, я вам скажу, и не Монако какой-нибудь. Это нужно титаническое здоровье, чтобы такую республику вести вперед и преодолевать все трудности, которые навалились на эту страну. Ну, мы, естественно, Россию поддерживаем Эрдогана, за что нас уже обвинили. Посмотрим, что будет. Это только первый тур, кандидаты должны отсеяться, а эти два пойти вперед. Вот такой мой прогноз. Все-таки, я думаю, Эрдоган победит. Но посмотрим, потому что борьба только начинается. Спасибо, что выслушали. Ставим лайки, подписываемся. Распространяем это видео, кому интересно, ставьте комментарии. Идем дальше. Распространяем это видео. Распространяем это видео.